А, как обстановка? Тревожная еще, конечно. Еще слышно, да, где-то бьет. Но, слава Богу, спокойно все. Да? Да. Недавно украинский контролл в адрес, да? Украинская армия бьет, конечно, била. Украинская армия, конечно. Ага. И как это было это время? Как это было? Как это было? Ехало два танка. Это я видела своими глазами, потому что я была на улице. Ехало два украинских танка. Третий танк немножечко остановился, он отстал от них. Два со скоростью суваженчика проскочили на гору, а третий начал обстрел по селу. И когда он три раза выпустил свои гранаты, и чем там танк стреляет этот, он попал вот туда, и потом два раза вон туда, в ту сторону попал, а третий раз он разрушил угол на садике. Это я видела своими глазами, потому что я бежала в подвал. Вы сказали, что украинские танки стреляют на украинский контрольный садик. Да, они обстреливали наше село. Они обстреливали наше село. Но они контролируют это? Как это возможно? Как это возможно? Ну как возможно. А как они делают это все? Они официально рушат, рушат. Если вы пришли воевать, зачем же вы рушите дома? Причем тут простые дома. А тут бой был, тут сумасшедший бой у нас в центре был. И при том это было, я вам сто процентов говорю, это была провокация стопроцентная, потому что вот здесь стоял этот БТР, уперся сельский совет, в нем обнаружили форму русскую, в нем обнаружили пайки русские. Какого черта этот БТР тут русский спрятался и стрелал своих русских? Если у нас вот тут они заняли позицию, хлопцы русские, всем танкам возле колодца, они заняли позицию. А эти идиоты выскочили с балки, с бахчевика. И делали вот здесь провокацию. И свои вот эти джавелины вот здесь покидали. Ага, это провокация? Конечно, это натуральная. Укропская провокация, натуральная. Натуральная. Никогда. Я вам сейчас скажу, у меня муж служил в танковых войсках. Никогда танкистам не выдают запасную форму в танк. Значит, они сели в свой танк, взяли запасную форму. Это что за идиотство такое? Мы что, дебилы стали все такие? Ага, что это, вы сказали, украинские танки... Да, вот они с балки вышли. Вот, вы же не знаете местность. Они вышли с балки оттуда и делали провокацию. А русские танки у нас стояли на бугро, там колодец. И они работали, они стреляли вот туда. А эти вот тут делали провокацию. Хотели же, потом же, чтобы все поверили, что это русские вот это тут сделаны. Ага, это я видела своими глазами. Как ложный флаг, да? Конечно, конечно, да. Как ложный флаг. Это я видела. Вот я в центре и я все это видела. Я в подвале сидела два часа, посижу и выхожу, смотрю, посижу и выхожу, смотрю. Ага. И почему? Как вы думаете, почему они сделали это? Почему-то потому, что им не нужны мы. Им не нужны мы. Ага. Они не нужны они. Вернее, мы им не нужны. Они хотят сделать все так, что это все Путин сделал. Ага. А что они делали? Что они делали? Расскажите еще раз. Они делали провокацию. Это сто процентов. Какую? Господи. Вот смотрите. Там будет пикарку, я тут рассказываю. Наши семь танков вышли до колодца, заняли оборону вот туда. Вот туда, потому что вот туда дальше Волноваха. Вот, и там у нас заседала украинская армия. Они заняли оборону, семь танков. Сейчас я вам расскажу. Значит, три танка вышло немножечко подальше, а три немножечко подальше. Потому что угол обстрела у них разный идет. У танка же ровно дуло идет. Оно же не поднимается вот так. Я все это знаю. А украинская армия, вот у нас два бутыря. Один вот здесь стрел, один возле больницы. Они вышли с балки, вот оттуда. Они вышли с балок. И они стали, если это были русские, какого черта, они стреляют в русских? Что, не так? Так, это все понятно. И вот тут у них завязался бой. Завязался бой, тут с автоматом трещали, они из пулеводов трещали. Потом, когда все стихло, мы вышли посмотреть. Вот тут стоит этот БТР, подпер сельский совет. Клопцы наши туда завезли. Да это русский, это мол, тут русская форма, русские пайки харчевые. Да это все брехня. Это Украина делала провокацию. Потом, когда вот это тут немножечко все стихло, вот эти наши танки, которые там отстрелялись, пошли на карьер и дали пилюлей на бахчевик. Потому что там на бахчевике, откуда вот эти бляди выходили, вот там они все сидели. Они их там успокоили и все стало мирно. Украинскую армию быстро вас тут отогнали, да? Быстро. Хлопцы молодцы. Очень быстро. Было очень страшно, но быстро сделали. Быстро. А как себя украинские военные вели? Ну, вы знаете, что я вам скажу, как они вели? Я с ними не общалась. Я с ними не общалась. Вот так. Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Господи, меня зовут Люда. Как зовут? Меня зовут Люда. Ага, фамилия? Воднева. Воднева. Да, Воднева. И где мы находимся сейчас? Мы находимся в селе Анадоль. Это Донецкая область, Волномарского района. Село Анадоль. Да, все живы, здоровы у нас. Ну, конечно, есть потери, да. У нас пострадали домики. Ну, я думаю, что это все восстановится со временем. А люди, в основном, люди живые? Да, в основном люди живые у нас, ну, поперепуганные, конечно, все. Ну, слава Богу. Ну, что вы хотите дальше за Донецкая область, или как? Да, мы за Донецкую, за ДНР, за Донбасс, за Россию. Потому что эта страна нас не бросит никогда. Это большая страна, и она не даст нам пропасть никогда. Ага, спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА